Часы усердной подготовки позади. Время учебных состязаний. На столах ничего лишнего. Ручка, карандаш, ластик и непростые задания. Старшеклассники Новополоска проверили свои силы в 17 учебных предметах. Кстати, впервые в 2018 году в программу Республиканской Олимпиады включен еще один предмет – физическая культура и здоровье. Физическая культура Олимпиады проводилась отдельно для девушек, для юношей. Она проводилась в три этапа. Большой интерес она вызвала. Это были и теоретические знания, и знания об истории Олимпийских игр, о спортивных играх и так далее. Всего свыше двух с половиной тысяч участников, и из них 306 победителей. Это те ребята, которые теперь смогут претендовать на членство в сборной Витебской области по учебным предметам. Лучшие результаты показала гимназия номер два, средняя школа номер 12. Хорошие результаты у первой гимназии, у 14-й школы, также в лидерах третья школа, базовая школа номер 10, школа номер 7 и школа номер 4. В первую очередь, это возможность попробовать свои силы раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Конечно же, это привитие познавательного интереса к учебным предметам. Это в широком смысле слова. Уже в начале следующего года победители городского этапа Республиканской олимпиады по учебным предметам отправятся защищать честь Витебской области. А заключительный третий этап олимпиады состоится весной. Одержав победу здесь, школьники получат не только материальное вознаграждение, но и преференции при поступлении в вузы страны. Таирина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ.